хайпанем немножечко сегодня мы разоблачим сергея дружко одно видео одна неделя один миллион подписчиков канал дружко шоу неужели это возможно без накрутки без дополнительных хитростей на ютюбе история совершенно невероятно как сергей дружко так быстро раскрутил свой канал как ему удалось так хайпануть что-то здесь кое-что от нас пытались скрыть на канале дружко шоу но все равно остаются следы которые вызывают множество вопросов которые позволяют выявить несостыковки и заподозрить сергея дружко в связи с какими-то пришельцами или или рептилоидами которые помогают ему продвигать канал на ютюбе об этих нестыковках мы поговорим сегодня мы детально посмотрим на каждую из них и более того вы сами сможете выявить еще несколько довольно странных вещей которые наблюдаются на данном интереснейшем канале любопытно давайте детально посмотрим все три выпуска дружко шоу которые опубликованы к настоящему времени и выявим в них интересные скрытые закономерности первая серия дружко шоу здесь открыта статистика и мы можем видеть что при практически десяти миллионах просмотров есть некоторые странности в частности оформлено подписок триста восемьдесят шесть тысяч как мы помним когда вышел первый ролик на канале набралось порядка миллиона подписчиков в чем же здесь дело если здесь какая-то накрутка или это результат эффективной коллаборации и подписчики приходили с других более популярных каналов из других интернет ресурсов мы можем видеть что график динамики просмотров и трафика не особо как-то вызывает вопросы в нем трудно сходу к чему-то прикопаться здесь нет какого-то супер пика и потом сильного падения в ноль понятно что когда ролик выходит в такие тренды и когда он уже становится самым популярным роликом в рунете то дальше он получает огромное количество естественного трафика за счет алгоритмов youtube даже если в начале была какая-то мега накрутка этот факт мы не можем установить потому что у нас не хватает просто информации для этого но вот количество подписчиков под этим роликом вызывает конечно вопросы потому что когда на канале был миллион подписчиков а ролик принес 386 тысяч подписчиков с самого начала по 6 мая это нестыковка номер один так получилось давайте посмотрим теперь на вторую серию дружко шоу здесь мы можем видеть что статистика закрыта и казалось бы для чего закрывать статистику честно сказать не хочется комментировать эту ситуацию зачем это сделано если на первом ролике она открыта не успел это вызывает много вопросов это непонятно что хотели скрыть владельцы канала что хотел скрыть сергей если он закрыл эту статистику и второй момент который несколько пугает на этом ролике 666 тысяч лайков для тех кто суеверный не смотрите этот ролик и естественно кликбейт название шокирующая дружку грохнули в прямом эфире это тоже своего рода особенный прием третий ролик который сейчас номер один в тренде но она собственно и понятно здесь тоже скрыта статистика видео для чего они это делают что они скрывают и почему все эти лысые люди такие как брюс виллис сергей дружко и так далее дмитрий нагиев до захватывают мир становятся самыми популярными может они представители какой-то инопланетной расы которая изображена здесь в этом ролике а теперь используем сервис который называется social blade для того чтобы посмотреть историю данного канала историю его развития и его статистики за последние 30 дней social blade отображает 30 миллионов просмотров на данном канале и интересно динамика подписчиков и просмотров к примеру каждый день на канал подписывается от 40 тысяч до 200 там но до ста с чем-то тысяч почти 200 подписчиков при том что просмотров видео ежедневно порядка 1 2 миллионов и есть некоторые странные закономерности некоторые странные нестыковки к примеру но если верить этой статистике понятно что сервис social blade тоже не идеален он может ошибаться но мы исходим из той информации которая есть вот к примеру 3 мая 57 тысяч подписчиков 2 миллиона 700 тысяч просмотров 4 мая 50 почти 5000 подписчиков миллион 600 просмотров но к примеру вот 7 мая 154 тысячи подписчиков 600 тысяч просмотров вам не кажется странным соотношение которое не магично чем больше просмотров тем меньше подписчиков любопытно это довольно странно то есть те дни когда просмотров например 700 тысяч подписчиков почему-то под 200 тысяч то есть каждый третий из тех кто посмотрел ролик подписался это вызывает дополнительные вопросы сергей скажите вы накручиваете подписчиков на вашем канале дружко шоу я не могу ответить откуда такие подписки при таких просмотрах это выглядит необычно посмотрите на некоторые другие крупные каналы на которых мы видим к примеру количество подписчиков в день 1000 в месяц 100 тысяч просмотры в день миллион 600 в месяц 44 миллиона другой канал в месяц 26 тысяч подписчиков просмотров там но 4 миллиона допустим немного то давайте вот такой пример в день опять же 1000 подписчиков в месяц 135 тысяч просмотры 2 миллиона в день 68 миллионов в месяц вот к примеру еще сопоставимые показатели 661 подписчик в день 61 тысяча в месяц просмотры миллион в день 30 миллионов в месяц в общем по соотношению количество просмотров количество подписчиков ну или наоборот до количество подписчиков на просмотры получается довольно странно. Понятно, что на основании этого нельзя делать выводы, но мы собираем копенку странностей, чтобы сформировать какую-то общую картину. А если посмотреть на Future Projection, то есть на будущую перспективу канала, который выстраивает Social Blade, то через 30 дней на канале будет 5 миллионов подписчиков, а через 5 лет на канале будет 208 миллионов подписчиков. Это забавно. И Сергей Дружко откроет свое государство, в котором будут везде транслировать его шоу, и зомбированные люди будут подчиняться его команде. Звучит неплохо. Еще кое-что странное. Давайте посмотрим на его группы в социальных сетях. Facebook. Открываем. Что у нас здесь? 1701 человек поставили нравиться, да? И, в общем-то, небольшие цифры, не правда ли, да? Что у нас здесь? Достаточно низкая активность в Фейсбуке, не правда ли? Это довольно странно. Инстаграм. 8 878 подписчиков. 39 публикаций. Выглядит необычно. В ВКонтакте. 246 тысяч, почти 247 тысяч подписчиков. Но не миллионы, и даже не слишком много сотен тысяч. Это вызывает определенные вопросы. Но где доказательства? Но есть и факты, которые свидетельствуют в пользу Сергея Дружко и того, что он ничего не накручивал, ничего не нарушал. Его канал действительно супер-мега-хайповый, мега-популярный. Посмотрим на поисковую выдачу. К примеру, канал 55 на 55, который создал про него ролик, и за 4 дня набрал почти 4 миллиона просмотров. Это тоже мега-результат. Или 3 месяца назад 2,5 миллиона просмотров тоже про Сергея Дружко. Тут мы видим и разные приколы, и реакции на просмотр его роликов, на просмотр тех роликов, которые сделаны на основе его роликов и так далее. То есть мы видим, что все эти ролики набирают много просмотров. В том числе те, которые были размещены достаточно давно, тоже попали в тренд, тоже собрали очень неплохой хайп. Так что не все так просто. Ну и, конечно, медийная поддержка. И про его канал даже писали некоторые новостные издания. Например, Лен Тару написал, что герой мемов Сергей Дружко запустил в сети шоу, предложил немножечко хайпануть. Но, конечно, здесь не так много просмотров, не так много прочтений, но все равно это говорит о том, что, возможно, данный хайп, так скажем, естественный. И плюс к тому, естественно, топовые коллаборации с топовыми видеоблогерами, которые поддержали Сергея в его шоу и своим брендом помогают ему также раскручиваться. Дорогие зрители, пока вы смотрели этот ролик, канал Сергея Дружко набрал более 500 новых подписчиков. Сильное заявление. Уважаемые зрители, а вы замечали еще какие-либо странности на данном канале? Пожалуйста, напишите об этом в комментариях, потому что случай действительно уникальный и аналогов в русском ютюбе ну практически нет. Давайте соберем как можно больше интересных фактов, чтобы сделать более точные и более правдивые выводы. Пока данный канал порождает лишь огромное количество вопросов, есть некоторые догадки, но до сих пор мы не можем ничего утверждать точно. Мы опираемся на какие-то косвенные показатели и вся вот эта картина очень странная, очень непонятная. Поэтому если вам интересно продолжение данной темы, продолжение истории развития канала Сергея Дружко, то поделитесь этим видео со своими друзьями и обязательно собирайте информацию о том, что странного и необычного вы видите на этом канале. Вместе мы сможем найти много интересных фактов о Сергее и возможно даже установить его истинные цели и даже связи со внеземными цивилизациями. Давайте сделаем это. До встречи в следующих выпусках и всем пока. А с вами был Коно Ден. Да, я решил, что таким путем я могу хайпануть, собрать немного подписчиков. Конечно, как всегда, это не прокатило и хейтеры будут рады тому, что этот ролик набрал всего лишь пару тысяч просмотров. Но такова жизнь и я отношусь к этому абсолютно спокойно. Спасибо вам. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok